Добрый день, уважаемые зрители! Дорогие мамочки, прекрасные женщины, это рубрика «Красота» с Екатериной Медолинской. Милые женщины, любите себя. Не забывайте, что вы источник энергии. Когда вы будете смотреться в зеркало и видеть в себе прекрасное сияющее отражение, как название нашей компании Shine Miss, чью продукцию мы вам несколько серий уже рассказываем и демонстрируем, вы будете уверены в себе, и мужчины будут вас любить еще сильнее. И я познакомлю вас со всеми новинками вместе с компанией Shine Miss. Здравствуйте, дорогие телезрители! А сегодня в гостях моя давняя подруга, актриса Ирина Темичева. Хорошо, что ты не сказала «старая подруга». Старая подруга, но выглядит очень хорошо, и она на самом деле молодая. Ира, ну что я должна сказать? Я не устаю просто за тобой наблюдать. На самом деле устаю за тобой наблюдать, потому что у тебя перемещения ежедневные. Твои съемки, браки и разводы. Девочки не сдаются, да? Свадьбы и разводы? Ну, в общем-то, это не важно. Свадьбы и разводы? Нет, это очень важно. Подожди, фото на память. А вот сейчас я слышала, у тебя новый сезон кухни выходит. Это правда. Сейчас мы в процессе нового сезона кухни, поэтому уже этой осенью на канале СТС будет премьера «Кухня. Война за отель». К сожалению, не посмею сказать каких-то подробностей, но скажу лишь одно – моя Ева возвращается. Я этому рада, что там… Слушай, на твоя Ева я помню тебя такую фривольную блондинку, такую вот, знаешь, вертихвостку немножечко, такую легкую. А вот цвет волос после фото на память тебе не мешает перевоплощаться в образ? Цвет волос мне только помогает, и моя Ева становится, быть может, в каких-то моментах пожестче, поэтому это, в общем-то, даже здорово. И цвет волос помогает сменить амплуа. Ты просто сказала, я очень много плакала. Да. Вот мне интересно, а глаза у тебя не болели? Не сказалось ли это на твоих морщинках под глазами? Не сказалось ли это на твоем возрасте? На твоем возрасте, старая моя молодая подруга. Да, так как я уже девочка старенькая, вот, поэтому мне, конечно, нужно ухаживать за собой. Как видишь сейчас, мои морщины, благодаря нашим... Я вообще не вижу морщин. Да, с Ветиком они чуть-чуть скрываются, вот. Но я-то пришла к тебе, на самом деле, за помощью. Я хочу разобраться, помочь зрителям разобраться, по типу кожи, что такое красота. Хочу узнать все тенденции, новинки. И Шайнис мне в этом помогает, потому что действительно у них есть лаборатория в России, они сотрудничают с европейскими партнерами. Может быть, все-таки здесь мне помогут увлажнить мою кожу? То есть ты хочешь... Давай так, разберемся, подожди. Ты хочешь серию увлажнения? Да. Так, и нам нужна помощь опять нашего главного технолога. Ирина, вот познакомься, главный технолог компании Шайнис. Это Ирина Темичева, известная актриса. Она пришла за помощью к нам. Можно убрать слово «известное». Хорошо, все популярное. Любимая нами актриса. Да, здравствуйте. Да. Знаете, она вот зашла первый раз в магазин, она видит там, нанести удар по окне, деток, все чисто, четыре маски там, не знаю, пленки. Я ли она сразу взглянула на мою кожу. Да. А мы вот смотрим на нее, видим, что... Ну, лицо хорошее. Чем вот ей помочь? Не знаю, как вот вы разговариваете с клиентом, что рекомендуете, что вы могли бы рекомендовать Ирине? Вот она говорит, что у нее сухая кожа. Давайте так, у меня сухая кожа, у меня вечный недосып и иногда бывают отеки. Помогите мне. Как мне стать лучше? На самом деле, прежде всего, кожу необходимо увлажнить. Давайте посмотрим нашу линейку «Акваконтрол» и представим ее прямо на стенде. Здесь у нас есть сыворотка для увлажнения кожи, есть крем для увлажнения кожи и тоник. Тоник представлен в двух вариантах. Есть непосредственно увлажняющий лосьон и лосьон-распылитель, который можно в том числе взять как закрепитель макияжа в том числе. Можно, например, в самолёт взять для увлажнения кожи. Тоже очень удобная вещь. Это заменяет термальную воду, правильно я понимаю? Все верно. Кроме этого, у нас есть увлажняющее средство для кожи тела, которое тоже непосредственно сохнет наверняка. Сохнет еще как? Вы знаете, тут еще такая проблема. Я очень люблю баню. Екатерина прекрасно знает о моей любви к бане. И баня, собственно, сушит кожу. Поэтому для тела... Здесь как раз очень приятный нежный гель. С какого возраста нужно увлажнять ее? Самое удивительное, увлажнение кожи можно применять с любого возраста абсолютно. Даже младенцам требуется периодическое увлажнение. Вот этот спрей, который мы наносим на кожу, он увлажняет. Но он еще какие-то витамины дает, питает. Что там содержится, состав? Мы можем посмотреть непосредственно сам спрей и разобрать его состав. Прежде всего, конечно же, мы увидим увлажняющий компонент. Это гиалуроновая кислота. Это низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая будет увлажнять на глубоких уровнях кожи. Вы знаете, я вот сейчас, пока вы беседовали, попробовала нанести на руку вот это, я думаю, что хорошее увлажняющее средство. Но, зная свою кожу, я понимаю, что это недостаточно увлажняет мою кожу. А есть что-то более увлажняющее, питательное. Я, вы знаете, в детстве любила пользоваться ланолиновым кремом. Поэтому понимаете степень увлажнения, которую я люблю? Здесь нам нужна серия с конопляным маслом, конечно. Опять мое любимое конопляное масло. Мое конопляное масло. А здесь у нас будет не только увлажнение кожи, но еще одновременно ее и питаем мы, и восстанавливаем буквально изнутри. Галина, ну вот, значит, Ирина пришла после тяжелой смены, сняла макияж. Первое, что она хочет нанести? Скорее всего... Ощущение она хочет наверняка нанести, но необходимо до конца очистить кожу после макияжа, и это будет маска Эксфолиант. А я могу сейчас попробовать и нанести сразу на руку? Да, только это не маска, это мы сейчас вот уже говорим... Это уже серум, конечно. Серум. Это уже питательный серум. Так. Так, давайте попробуем. Так, Ирина, мы все пробуем вместе. Это, да, наша... Это масляный олеосерум. Серум, он основан на масле конопли и масле жижаба, для того, чтобы непосредственно образовывать защитную пленочку на поверхности кожи и обеспечивать ее мощным зарядом питания. Его можно наносить каждый день перед сном? Все зависит от сухости кожи. Если кожа очень сухая, то да, можно использовать максимально часто, это 4, порядка 3-4 раза в неделю, в вечерний период времени, не менее 40 минут до сна, чтобы мы кормим же наше лицо, а не подушку, правильно? А если я, допустим, хочу воспользоваться всей линейкой, то я могу наносить вначале вот это средство, потом через какое-то время... Либо можно чередовать, можно, например, в какой-то день недели наносить только сыворотку на ночь, а можно в какой-то другой день недели наносить крем. Смыли, очистили, дальше нанесли серум? Дальше нанесли маску. А, сначала маску, потом смыли, потом смыли, потом можно как раз нанести либо серум, либо ночной крем, если дело вечером, а если дело утром, то нам маска не нужна, нам нужен крем для области вокруг глаз и дневной крем. Я сейчас взяла, значит, питательный дневной крем и питательный ночной крем. Первое, что я хочу попробовать, конечно, дневной крем. Его могу наносить перед нанесением косметики? Да, конечно. Его можно использовать как базу? Можно использовать как базу, но нужно предварительно посмотреть совместимость с тональным кремом, чтобы тональный крем не скатывался. Дневной крем под макияж с маслом конопли можно наносить в том случае, если ваша тональная база обладает достаточной степенью жирности, если она не сухая. Есть сайт shinice.ru, и там вся информация, дорогие зрители, будет написана. Любите жизнь, любите жить, любите себя, любите то, что окружает вас. И мне кажется, что когда внутри свет, добро и радость, то это же и будет на лице. Но не забывайте ухаживать за собой. Мне кажется, что сегодня получилась прекрасная история, ознакомление с прекрасной косметикой. Поэтому внутренняя радость и внешняя красота на выходе дадут нам, как минимум, я надеюсь, счастье. Будьте счастливы и здоровы! А вы, дорогие зрители, подписывайтесь на наши инстаграмы. Екатерина Мадолинская и Ирина Темичева. А также приходите в магазин Shinice в Метрополис. Или заказывайте на сайте. Смотрите TVM Channel, и каждый, кто назовет промокод STAR, получит вот такой подарок. Искрящийся хайлайтер для стробинга лица и тела. Смотрите программу «Мир глазами ребенка» на канале TVM Channel. Это была рубрика «Красота». Ну что ж, до новых встреч! Сияющая и ухоженная кожа must have любой девушки. Shine Is – эффективная косметика. Косметика, которая работает.